Друзья, всем привет! Сегодня вечером мы собрались в старый город, так что погнали! Друзья, мы приехали в старый город. Город из нашего отеля Альбатрос Аквардон. Заплатили мы за такси 3 доллара. Значит, он говорил, что 6 баксов туда и назад. Но опять-таки, мы не знаем, сколько мы здесь будем гулять. И как-то привязываться к времени, что через час, через два, как-то не очень хотелось. Не очень это удобно. Но торговаться, я не знаю. Мы особо не торговались по цене. То есть 3 баксов за двоих взрослых и ребенка в такси. Ну, в Мармарисе мы за двоих такую стоимость платили. В маршрутке, в принципе, как бы вот. Ну, а тут получается целое такси. По расстоянию от отеля до старого города, до Хадабы, примерно около 3,5 километров. Ну, 3 бакса за такую дистанцию, я думаю, что это, не знаю, как бы. И не много, и не мало. Я думаю, цена нормальная. В общем, если вы ездили там из отеля Альбатрос Акваблю в старый город, сколько вы платили за такси, пишите это все в комментариях. Потому что тут все в ценах такое нестабильное. Могут сказать одно, будет 9, 10 и тому подобное. Торговаться надо, но я же говорю, мы как-то особо не торговались, потому что 3 бакса, я не считаю, что за это еще торговаться нужно. Вот, друзья, сейчас мы пойдем гулять. Сейчас мы покажем вам, как выглядит старый город в период пандемии, в период карантина. Насколько это все здесь критически, либо не критически, интересно, неинтересно. И что тут происходит в Шарм-эль-Шейхе. Ребят, давайте мы это все посмотрим, чтобы вам было понятно, нужно ехать сюда или не нужно. ПОДПИСЫВАЛЬНЫЙ 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 ПОДПИСЫВАЛЬ сколько маска стоит ну сколько стоит 16 ого есть еще посмотреть комплекте мне мы пока что еще не готовы по заслужить это мы еще не готовы покупать подарил 13 не спасибо пока не не пока мы еще не покупали нет мы не покупаем пока что просто в общем друзья то что мы узнали сейчас мы еще особо конечно не спрашивали но вот пример маски вот эти на полное лицо в среднем просят там 13 долларов 16 долларов предлагают за 10 отдать и за 8 и за 5 я не знаю насколько они готовы отдать в общем пока что мы еще не определились полностью что мы будем покупать потом что мы еще там спросили марину что мы еще спросили кардамон сколько 3 доллара 100 грамм 100 грамм а 2 доллара что и 2 доллара в общем и 3 доллара просят за 100 грамм кардамона и 2 доллара за 100 грамм кардамона и еще что-то там мы спрашивали какие-то верблюдики сувенирные кожаные за доллар за 2 до в общем сейчас мы подошли в итоге к мечети так что давайте посмотрим как она выглядит и вспомним это красивое сооружение и Субтитры подогнал «Симон» 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 «Еще одно место с масками» Субтитры подогнал «Симон» 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 рубашка 8 килограмма 10 дурали тебе поручиться на по доллару если на дуна нет нет неранга воду понятно рейдов хорошо пасть мне потом потом пасть потом спасибо я понял хорошо ты вот так без самоката останется иди забирай все пока denis остался без самоката эй парень парень бен ты тут аккуратнее а то то так сейчас приехал самокатом и уедешь без самоката и так друзья я вам показал цены на креветки принципе ох я не помню что было в прошлом году какие цены были ну в этом году 2020 начинается от 8 долларов за килограмм ну а дальше все зависит от того какие креветки вы хотите и самые дорогие были 22 доллара за килограмм ман озвучивают полтора долларов готовы отдать за 1 и 3 доллара но когда начинаешь уходить предлагают в принципе и за 1 доллар так ну друзья за кальяны я спрашивать не буду потому что я в прошлом году как-то спросил за кальян и потом я не мог час выйти из этого магазина потому что мне пытались а очень сильно его упарить друзья сейчас за моей спиной находится ресторан морепродуктов фарс в хадаби здесь уже немножко навели порядок но все равно вот чисто мне именно этот фарс который в хадаби не нравится потому что ну вообще как-то здесь все не гигиенично так что моя рекомендация все-таки фарс в эль мерката а кардамон есть есть и кардамон есть сколько стоит а сколько стоит как нельзя можно можно измена сколько стоит это мочалка дэм это кардамон ну да сколько стоит 1 грамм забьет 5 фунт 1 грамм 1 грамм 5 пунктов а сколько это 100 грамм 100 грамм или за за 300 фунт нет стресс как и 100 грамм это 400 фунтов 400 фунтов это сколько в долларах 100 грамм на разделить и от фунтов это фунтов на разделит 1 доллар за сколько фунт 1 сколько у вас там вообще 16 нет это 15 сейчас меня банки физа ну хорошо сколько доллара разделить это в доллар 33 доллара за 100 грамм да ты видишь кардамон ты видишь кардамон ты знаешь кардамон он ты смотришь я понял хорошо спасибо пойдем я понял хорошо спасибо хорошо да классно пахнет ну и хорошо мы подумаем ну мы подумаем спасибо да пока я понял ну еще не готовы покупать в общем друзья вот это вот большой недостаток в том что если ты когда-то что-то спрашиваешь то это очень тяжело избавиться потом покинуть это место в общем учитывайте эти моменты не а почем маски ого чего так дорого недорого подвору не сказать как она хорошая качественно не до пластмасса вот черная то сколько стоит ну так детская мы спрашиваем сколько детская мере сколько она стоит размер и так сильно это нормально размером это больше получается больше да а вот а еще вопрос а сколько у вас вот такой вот верблюдик стоит не это наша вот такой верблюд сколько стоит такой вот такой вот знание вот такой вот такая подгалона а вот этот вот это за 4 сколько штук надо до 5 1 1 штук выберет на что хотим потом поторговаться но от маска и верблюд сколько будет в общем друзья пришлось купить нам маску на полное лицо для наших детей потому что все таки хочется чтобы дети тоже посмотрели нормально коралловый риф ну денис конечно плавает у него есть маска но обычная с трубкой отдельно а такая маска конечно для детей она комфортнее поэтому чтобы катюшка тоже смогла увидеть риф мы приобрели маску на все лицо надеюсь она все таки и оденет и посмотрит на рыбок в красном море сейчас мы идем еще что-то купить там спула хотела по моему кардамон купить в общем нужно найти место где мы там спрашивали что-то цена там ну супруга говоришь у 2 доллара только она не помнит за что за грамм или покупать за 100 храм в общем сейчас придем и разберемся ну что друзья на часах 10 часов вечера мы принципе купили то зачем мы ехали поехали мы за кардамоном супруга купила кардамон с кардамоном вообще интересный номер значит мы купили 100 грамм за 2 доллара вообще мне в одном месте сказали за 100 грамм 33 доллара я конечно в шоке от этой разницы марин а что нам сказали что цена поднялась за последние шесть месяцев с трех сон с трех тысяч за килограмм до 6 ну что-то что-то там выросло сильно он сказал что выросла цена в общем тут какая-то неразбериха с этим ну не знаю за 2 доллара 100 грамм кардамона я думаю нормальная стоимость еще мы купили какой-то чай чай из розы какой-то и с какой-то смесью пахнет конечно классно в общем это мы в одном месте купили кардамон и чай во втором месте мы купили маску и верблюда в общем маска и верблюд игрушечная обошелся нам 10 долларов кардамон 2 доллара за 100 грамм чай два доллара за 120 грамм и еще мы в супермаркете купили средства от комаров у мигатор народе называется по моему так потому что в общем номер залетает куча всякой живности вот это я не знаю как-то но и и это просто невыносимая ребенку ребенка нашего ну катюшку покусала очень сильно и в общем мы конечно мажем это все но что-то оно такое красненькое у нее так выглядит не очень поэтому купили этот мигатор надеюсь он поможет нам избавиться от этих комаров потому что из дому мы не брали но насколько я помню из других поездок кто домашние средства от этих их них местных комаров они такие мелкие мелкие но особо не помогают поэтому нужно покупать местные эти средства которые должны бороться с этими насекомыми кроме того по туристам я не скажу что их мало до их немного но и немало друзья много туристов мы видели на улицах и принципе некоторые туристы ходят масках некоторые продавцы маска ходят но вот что касается масок то насколько я понял неоднозначно кто хочет так и и ходит а вот такси нам сказали обязательно одевать маски потому что их штрафуют очень сильно за то что если пассажиры едут без масок ну и в том числе и водители такси в общем друзья возвращаемся домой сейчас поищем такси сюда мы приехали за три доллара узнаем сколько цена сейчас на обратном пути в альбатрос все друзья мы приехали в наш отель в альбатрос акваблю 4 звезды мы погуляли по старому городу я вам показал как он выглядит в период пандемии карантина показал что ничего страшного вообще абсолютно нету то есть все работает все продается все можно купить и принципе цены я думаю адекватные хотя хотя вот манга немножко получается в этом сезоне пока что выше то есть в прошлом году я покупал свободно по доллару в этом году они хотят полтора один и три доллара за килограмм ну вроде бы готовы сторговаться за доллар так что я думаю по доллару в начале сезона банка можно покупать мы конечно тоже купим себе манга но не в этот раз мы уже когда ближе к вылету тогда и купим потому что ну чтобы он тут а не дошел до кондиции до того момента пока мы будем вылетать значит потратили мы сегодня всего лишь сколько там маска и верблюд это 10 баксов кардамон 2 чай 2 14 долларов и средства от комаров 4 долларов значит 18 долларов мы потратили на покупки и 6 долларов на такси туда и обратно в старый город из отеля альбатрос аква друзья я вам показал все что мы видели и принципе на этом я буду заканчивать это видео если у вас есть какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях под этим видео если вы можете поделиться какой-то полезной информацией обязательно тоже напишите ее в комментариях внизу под этим видео и не забывайте подписываться на мой канал кнопочка подписаться внизу под этим видео желаю всем вам позитива самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий до новых встреч пока пока